Артём отметил свой 81 день рождения. Торжества прошли в центре города, в парке и на придворцовой площади. Гостей и жителей приглашали различные выставки и ярмарки, творческие и развлекательные площадки, тематические фотозоны. С самого утра развернулись спортивные мероприятия. Желающие приняли участие в массовом забеге по спортивной ходьбе. На аллее здоровья состоялась медицинская ярмарка. В здоровом теле – здоровый дух. Скучать не позволялось никому. Здесь прошли консультации врачей-специалистов по здоровому образу жизни. Сотрудники городских больниц приглашали артёмовцев на диспансеризацию, которая теперь проходит ежегодно. Мы анкетирование проводим. Здесь первая принимает, и вторая принимает. Меряем давление, глюкозу измеряем. И приглашаем всех на диспансеризацию. Люди добрые, бесплатно! Пожалуйста, приходите только, не отказывайтесь, это ради вашего здоровья. С днём города всех жителей поздравляю. Счастья вам всем, здоровья. Счастливые люди не болеют, поэтому самое главное – счастья. Вы решили сегодня себя проверить за своё здоровье, да? Да. Ну вот кровь сдам от пальца на сахарный. Год уже прожил, как ходила по больнице. Всех с днём города. Здоровья, счастья, успехов, работе всем. Доктора городской стоматологии проводили профилактическую работу и рассказывали детворе о том, как правильно ухаживать за зубами. Сегодня мы предлагаем рассказать вообще строение зуба в разрезе. Такого человек каждый день не увидит. Из чего состоит зуб, кость, поверхностные ткани, что внутри, как устроена полость зуба, нервы, сосуды. Все об этом говорят, но никто не знает, все думают, что там такое. Покажем детям, ну и их родителям, как правильно ухаживать за полостью рта и чистить зубы. Ну и чистить не только зубы, но и десна, язык, щеки. На аллее здоровья жителей города принимали и врачи частных клиник Артёма. Люди заинтересованы, хотят померить давление, посмотреть, какое совет спросить. Поэтому, да, все, подходят. Да, я всех поздравляю от чистого сердца, всем желаю здоровья, главное. Обязательно, чтобы у всех все получилось, кто что задумал. Ну и чтобы нам немножко действительно погоды чуть-чуть, хоть в конце лета было. Ну и с праздником всех. В это время веселый клоун-фокусник Никита зазывал горожан на уличное представление. Продолжение следует... Вообще кто-то наносил? Кручив? Да. А, не знаю, всё лучше. Ну и не знаю, а ты их не заберёшь или? Нет. Нет. Понятно. Знаю, что здесь еще маленький. Дорогие артемовцы, я вас поздравляю с этим прекрасным праздником. Всегда будьте самыми яркими, солнечными, позитивными. И всегда, чтобы у нас была хорошая погода. И просто удивляйтесь, потому что волшебство и чудеса, они существуют. С праздником вас. Хорошее настроение. Все утро в городском парке работали кафе. И дождь не помешала артемовцам наслаждаться аппетитными шашлыками и настоящим пловом. С праздником. День города все. Приходите на плов горячий, восточный плов настоящий. Поздравляю всю население города Артема с праздником, с Днем города. Желаю счастья, здоровья и многополучия. Поздравляю с праздником всех артемовцев. Я желаю вам хорошего года. Поздравляю всех горожан нашего прекрасного города Артема с праздником. Поздравляю всех своих близких, друзей. Желаю всем счастья, здоровья и позитива. Присоединяюсь ко всем словам. Тоже всех поздравляю и счастья всем. Желаю счастья, здоровья, чтобы все у людей сбывалось. И самое главное, хорошей погоды на вечер сегодня. А то наши ребята сегодня выступать будут в русских народных костюмах. Уважаемые артемовцы, уважаемые гости города, от себя лично и от лица руководства отдела внутренних дел по городу Артему, хочу поздравить вас с Днем города, пожелать всем счастья, здоровья, благополучия и чтобы город развивался на благо жителей Артема. Несмотря на приморскую переменчивую погоду, праздник продолжился. В него включились творческие коллективы городского округа. С днем рождения Артем. Концерт под таким названием прошел в парке культуры и отдыха города Артема. Я солнцу навстречу, раскрою объятия, веселого ветра поймаю тепло. По радуге ясной хочу полетать я, хочу, чтобы мне в этот день повезло. Весеная птица клашет крылом. А сердце смеется, а сердце танцует, оно напевает любимый мотив. И солнечной кистью на небе рисует. Все так хорошо, все еще впереди. Все так хорошо, все еще впереди. Тигири на ветвях, пляшет свой краковьяк. По-просту, по-просту, ветерок в руки в бок. Распошел без сапог, вскот свистал, вскот свистал. Паровоз, сто колес, бросив парк побежал. Станцы, танцы. Машинист, термонист, весь перон упоет. Станцы. Тем временем за Дворцом культуры проходили мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. И дети, и взрослые не теряли времени даром. А во Дворце культуры развернулся седьмой открытый розыгрыш Кубка КВН на призы главы Артемовского городского округа. В нем приняли участие 13 команд. Из Владивостока, Находки, Уссурийска, Спаска Дальнего, поселка Новый и Артема. В этот день наш город представляли команды средней школы номер 31, не между двумя папоротниками, школа номер 35 «Авангард», школа номер 7 «Люкс», а также участники прошлогоднего летнего Кубка «Сборная родителей». У каждого из 13 участников было только по одному выступлению. По нему и оценивалась команда. Школьники, студенты, работающая молодежь и даже сборная родителей продемонстрировали яркий, живой, а самое главное смешной и актуальный юмор. Миниатюра. Винни-пух и пятачок в детайском ресторане. Винни, Винни, а что мы будем есть? Не волнуйся, мой кисло-сладкий друг. Очень ленивая рыба. Лига на акцент на сцене, здравствуйте. Друзья, сегодня к вам приехали армянин, кореец, русский и метис. Ну тут надо объяснить, просто понимаете, у Андрея разные родители. У него папа мужчина, а мама женщина. Кружка. Так, пацаны, давайте немножечко посерьезнее объединим все наши достоинства. Возьмем корейскую мудрость, армянскую горлость, русский дух и вот этого мальчика. И выиграем вот этот угол. По решению жюри в номинации «За лучшую шутку» были награждены артемовская команда не между двумя папоротниками, приз за второе место получила команда поселка Нового Шпона, а почетное третье место заняла сборная команда родителей города Артема. А кубок победителя седьмого розыгрыша КВН и сертификат на 20 тысяч рублей в этот раз получила команда из города Находка «Первая любовь». Все участники розыгрыша получили заслуженные грамоты и подарки. Редактор субтитров А.Семкин